Темой встречи работников Беларуси резинотехники и заместителя председателя Могилевского облсполкома стали экономические вопросы, в частности, планы на грядущую пятилетку. Руслан Страхар отметил, по мировой экономике прошлась пандемия. В той или иной степени проблема затронула и Могилевскую область. Из этой точки на карте Беларуси продукция поставляется в разные уголки планеты. Закрытые границы и введенные ограничения напрямую коснулись экспорта. Промышленный комплекс Республики Беларусь выгодно отличает то, что в это непростое время мы не закрыли наши предприятия, мы сохранили трудовые коллективы и мы сейчас готовы увеличить реализацию. Сейчас на всех рынках происходит запрос на продукцию. С учетом того, что многие наши конкуренты это время просто простаивали, это шанс для нас увеличить, а где-то и завоевать новые рынки сбыта. Спикер подчеркнул, вопросы и вызовы, которые стоят на предприятиях страны, отличаются. Важно проработать каждый индивидуально, понять перспективы развития и не стоять на месте. Заместитель председателя Могилевского облсполкома рассказал и о правильном решении государства во время пика коронавирусной инфекции. Удалось избежать высокой смертности, в минимальные сроки запустить производство масок и антисептиков. Лично мои впечатления после этой встречи многогранно, хорошо рассказаны о ситуации, которая слаживается на сегодняшний день в Республике Беларусь. Понимаем, над чем нам надо трудиться для того, чтобы наша страна правильно развивалась, процветала и была крепкой, надежной, солидной республикой, которую должны уважать в мире и любить. Руслан Страхер обсудил с сотрудниками предприятия развитие малого и среднего бизнеса в регионе, а также исключение передела собственности в Беларуси. Затронул он и информационную войну, прошелся по фейкам и вбросам. В конце встречи Руслан Страхер резюмировал, объективно оценивая то, что происходит в стране, долг каждого беларуса. После призвал идти на выборы и отдавать свой голос за кандидатов в президенты. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.